Приплыли посмотреть, как наш канал выглядит по другую сторону границы. На Байдарке плыть одно удовольствие. В хорошую погоду за день пункт Лесная Рудавка на Августовском канале пропускает 120 туристов. В основном поляки плывут, едут и идут. Без виз знакомятся с Беларусью. Границы открыли всего 9 месяцев назад, но уже понятно, перспективы для бизнеса огромные. Что предложить инвестору и как будет развиваться рекреационная зона дальше, решит специальная белорусско-польская рабочая группа. Будем просить, чтобы увеличилось время пребывания туристов в этот период до 10 суток. Ну и также очень важно, чтобы возможность была попасть в зону Августовского канала не только на автомобильном транспорте или там пешеходным и на Байдарках велосипедным, но и железнодорожным транспортом через наш железнодорожный вокзал и аэропорт. В соседе Подляское воеводство и Гродненская область дружат уже четверть века, но все это время ставку делали на малые трансграничные проекты. Вместе закупали технику для больниц и пожарных служб, запускали проекты в образовании и культуре. Августовский канал – успешный пример сотрудничества в сфере туризма. Но с открытием границ открываются и новые возможности для взаимодействия в других сферах, в первую очередь в экономике. В апреле главы двух регионов подписали договор о сотрудничестве. Теперь дело за бизнесом. Тем более, что и сам Августовский канал, и город Гродно входят в так называемую свободную экономическую зону, что дает резидентам немалые налоговые льготы и послабления. Специалисты уверяют, подляский бизнес готов вкладывать в экономику белорусского региона. Основные направления – медицина, сельское хозяйство и промышленность. Интерес есть, но сегодня нужны гарантии. Все зависит от возможностей, которые здесь есть, возможностей законодательных. Также нужно помнить, что инвестируя, мы рассматриваем перспективные направления. Для нас важно получать прибыль не только в первый год работы, но и в ближайшие 15-20 лет. Из малых проектов вырастают и большие. Польша давно основной торговый партнер Гродненской области – второй после России. Только за прошлый год товарооборот составил более 280 миллионов долларов. Причем объем торговли у нас достаточно сбалансированный. То есть объем экспорта примерно равен объему импорта. Экспортную деятельность в Польскую республику осуществляют 160 предприятий Гродненской области. Основная продукция, которая экспортируется – это плиты, продукция деревообработки, химическая продукция, также овощи и фрукты замороженные. В этом году специалисты рассчитывают, что цифры взаимной торговли только подрастут. Шутят, кризиса здесь точно нет. Тем более, что именно Гродненский регион западный бизнес все чаще рассматривает как прямой коридор на рынке Таможенного союза. И даже на самом Августовском канале, который пока, конечно, больше занят туризмом и перспективами на будущее, появится новый пункт пропуска – Софиева-Лепчаны. Его намерены открыть в ближайшие два года. Надежда Завиновская, Александр Бужуков. Наши новости. Гродненская область.